Итак, как я уже сказала, бизнес-анализ и карьера, Jumpstart, то есть Jumpstart, такой быстрый старт в бизнес-анализе и карьеры, это уникальный пятинедельный тренинг на русском и английском языке. И цель этого тренинга – это добиться вашего результата. Когда мы будем смотреть на разные пакеты, вы увидите, что в каждом пакете есть то, что вы будете искать для себя. Есть пакеты только с тренингом, с теорией, с практикой, и есть, конечно же, еще пакет, который ориентируется не только на теорию, на практику, но еще и на карьеру. Давайте поговорим немножко о формате нашего курса. Так, что хочется сказать. Для того, чтобы посмотреть тренинг, пройти по продающей страничке, по лендерной страничке самого тренинга, вы можете пройти по URL, по ссылочке, которая сейчас находится сверху. Скопируйте ее, пожалуйста, для себя. Тренинг, опять-таки, остается 18 ноября. Будет длиться на протяжении пяти недель и закончится 17 декабря. Давайте, наверное, знаете, что я сделала для тех, кто уже в чате, в принципе. Давайте этот тренинг сейчас вам скину, чтобы вы его не искали. Так, буквально одну секундочку. Так, вот ссылка на тренинг. И еще также сразу скину к мою контактную информацию. Вдруг останутся какие-то вопросы, которые я в конце не закрою, то, пожалуйста, пишите мне в личку ВКонтакте. Блог для ВИПов будет длиться три месяца и, соответственно, начнется с 18 декабря по 17 февраля. Место приведения это онлайн, форме вебинаров, как мы сейчас с вами ведем, и скайп со сгонов. Причина, по которой мы выбрали форму вебинаров, это то, что мы сможем предоставлять вам в дальнейшем записи, в которой вы сможете возвращаться неоднократно, пересматривать. Или, опять-таки, если вы по какой-то причине не смогли присутствовать в тот или иной день, то у вас будут доступны записи. Ну и, конечно же, скайп-созвон позволяет нам с вами прорабатывать как индивидуально, так делают групповые скайп-созвоны с группой и заниматься в группе. Объем тренинга примерно 40 часов занятий и 40 часов индивидуальной работы. Соответственно, сейчас посмотрим более подробный брейктаун, то есть подробная группировка по пакету. Ну вот в среднем будет примерно 80 часов. И в плане графика это среда, суббота и воскресенье. По поводу этих дней. Суббота у нас будет от 2 до 4 часов, включая теорию и практическую проработку. По среду будем встречаться по мере необходимости. Надеемся, что мы сможем вложиться в субботу. Но если нет, то, конечно, будет в среде. И в воскресенье будут дополнительные занятия для тех, кто выберет блок «Бизнес-анализ» и «Карьера». То есть именно для карьерного направления. Встречаться с вами будем по воскресеньям. Основные ведущие тренинга это я, Алла Стрейдер. Немножко о себе. Вы, наверное, уже слышали, в принципе, обо мне. Я один из основателей компании BioAcademy. Я также являюсь старшим бизнес-аналитиком и работаю на крупную американскую компанию, которая называется Navy Federal Credit Union. Расположена недалеко от столицы США в Америке. Я также являюсь сертифицированным руководителем по проектам PMP. У меня на данный момент, ну, наверное, уже слайд немножко старый. Почти 10 лет опыта работы в IT-компаниях, в основном в американских компаниях. За свое время я работала в федеральном секторе, работала в финансовом секторе здравоохранения. Вот в основном, как бы, мои направления. И за свое время, как бы, ну, за свой опыт я успела поработать как руководителем по проектам, так и аналитиком. Работая в качестве руководителя по проекту аналитика, я занималась набором команды аналитиков, тренировала команду аналитиков. Мы также разрабатывали так называемые KPI, K-Performance Indicators, которые мы представляли нашему клиенту. И именно вот эти метрицы помогли мне понять, что нужно для того, чтобы быть эффективным аналитиком, и как выполнять работу наиболее четко и быстро, как аналитик. Хочу представить второго основного тренера. Это Анна Рохас. У Анны, опять-таки, степень магистратуры и степень магистратуры в образовании. И Анна, опять-таки, как и я, тренер и куч по бизнес-анализу биокедемии и работает старшим аналитиком в авиационной компании. Анна также является членом Интернационального института по бизнес-анализу. И, помимо этого, Анна, опять-таки, ведет группу бизнес-аналитиков, персональную группу бизнес-аналитиков в Вашингтоне, Ди Си. И одно из недавних, вот, опять-таки, Анна работала и в сфере образования, и в сфере федерального правительства. И на данный момент работает аналитиком Veriline Tariff Publishing Company, авиационной компании. Помимо двух нас, у нас будут еще приглашенные спикеры. Мы рады представить Алекса Белина, сооснователь и президент российского филиала, российского чаптера IPA по бизнес-анализу, и также ведущий бизнес-аналитик в компании E-Pump Systems. Алекс у нас выступал на нашем предыдущем буткемпе, который закончился буквально несколько недель назад. Всем безумно понравился. И тема, с которой будет выступать Алекс, это будут ключевые понятия бизнес-анализа. Следующий наш спикер – это Наталья Курила. Наталья HR-директор, рекрутер, кадровик. И тема, с которой будет выступать Наталья – это как продать себе дорого в IT. То есть Наталья будет говорить не только по бизнес-анализу, но еще немножко о других профессиях. И, конечно же, будет говорить именно с точки зрения рынка СНГ, как сделать так, чтобы вас заметили, что нужно для того, чтобы написать ваше продающее резюме, и вообще же, какие фишки сейчас работают на рынке. Следующий наш спикер – это Аршад Аджмери. Он является старшим бизнес-аналитиком в Неви Федерал Кредит Юнион. На самом деле, Аршад работает в одном из департментов отделов, в компании, в которой работаю я. И Аршад проявил себя, у него такая замечательная репутация одного из самых эффективных бизнес-аналитиков в нашей компании. Аршад очень, я бы сказала, персонально и продуктивно строит свою карьеру, постоянно идет вверх по карьерной лестнице. И я попросила Аршада поделиться с нами его секретами повышения по карьерной лестнице и именно тем, что сработало для него, что работает на американском рынке. То есть здесь он будет говорить с точки зрения американского рынка, с точки зрения работы на иностранного заказчика. И тема, по которой будет Аршад Вещад, это Cutting Edge IT Career Advancement Strategies. То есть это передовые стратегии, карьеры в бизнес-анализе. Итак, какие же цели этого курса? А этот курс, как я уже сказала, в принципе включает в себя два тренинга. Первое – это систематизация фундаментальных основ. Второе – это карьерное направление. И мы представляем вам возможность взять либо только первый блок систематизации фундаментальных основ бизнес-анализ, либо скомбиновать его с карьерой. Итак, цель систематизации фундаментальных основ – это изучить фундаментальные техники и методики бизнес-анализа на основе западных практик стандартов БАБОК, формирование комплексных знаний и практических навыков под руководством опытных преподавателей, ознакомиться с основными понятиями и инструментами бизнес-анализа и, конечно же, научиться выделять, анализировать и документировать требования. Цель второго блока – старт и карьерный рост в бизнес-анализе – это помочь вам начать карьеру бизнес-аналитика или продвинуться по карьерной лестнице, создать продающуюся имя бизнес-аналитика на русском, английском или обоих языках в зависимости от вашей карьерной цели, создать портфолио бизнес-аналитика для прохождения собеседования, освоить и применить наиболее эффективные методологии поиска работы в IT, ну и, конечно же, подготовка и прохождение собеседований на позицию бизнес-аналитика на русском и английском языках, так называемые mock-up interviews. Чуть погробнее о mock-up interviews я поговорю, когда будем сейчас рассматривать более подробную программу каждого из блоков. Итак, для кого этот курс подойдет? Для IT-менеджеров, product owners, архитекторов, руководителей по проектам, которым необходимо освоить фундаментальную основу бизнес-анализа для улучшения навыков сбора требований и работы заказчика. Опять-таки хочу отметить, что этот курс очень эффективный, особенно для тех, кто уже работает на иностранного заказчика. Ну, конечно же, не только на иностранного, на заказчика в странах СНГ тоже, но вот именно мы несем такой уникальность нашей тренинг, и это заключается в том, что мы идем с западным подходом. То есть, честно сказать, мы уже по-иному не можем. Опыт у нас в основном за границей, в Америке, и вот именно вот эти культурные аспекты, которые мы несем в наших тренингах, вы сможете использовать у себя в компаниях. Этот курс также подходит для практикующих аналитиков, которые хотят систематизировать знания и освоить передовые техники бизнес-анализа. То есть здесь, видите, если вы начинаете сейчас работать в бизнес-анализе или работаете в бизнес-анализе, ну, я бы сказала, младше до мид-левела, то курс этот вообще идеально подойдет для вас. Здесь вы сможете практически приобрести теорию и, пойдя на работу уже на следующий день, практически применить эту теорию и понять, как по максималке улучшить и сделать вашу работу более продуктивной. Конечно же, для тех, кто уже работает в IT и хочет перейти в сферу бизнес-анализа. То есть здесь мы работаем с вами, мы смотрим на то, что у вас уже имеется в плане предыдущего опыта и знаний и переводим ваш предыдущий опыт и знания в сферу бизнес-анализа. То есть мы помогаем вам сделать этот transformation, transformation is point A, point B. То есть мы определяем as is, то есть что имеется у вас сейчас, определяем, что для вас будет to be, то есть где вы хотите быть и определяем, что у вас уже есть и как по максималке это переиспользовать, включая как бы перенаписание резюме, как выделить то, что у вас уже имеется на резюме, как показать ваш предыдущий опыт. Ну и, конечно же, тренинг закрывает те пробелы, которых и те знания, которых у вас нет еще в бизнес-анализе и которые необходимы для того, чтобы перейти в сферу бизнес-анализа. Тренинг также подходит для тех, кто не имеет технического опыта или образования, но хочет начать карьеру бизнес-аналитика. То есть здесь как бы идеально подходит для, возможно, для людей, которые работают в финансе, в бухгалтерии. Допустим, у нас сейчас пару человек идет как бы из бухгалтерии, кто-то идет из тестирования, но это, наверное, больше подходит по третью категорию, то есть тестировщики, которые сейчас занимаются тестированием, хотят перейти в бизнес-анализ. Вот у нас тоже есть человек, который сейчас записался на курс. То есть мы работаем и с теми, у кого какой-то опыт в IT, и с теми, у кого, в принципе, нет опыта в IT, тоже как бы работаем и помогаем вам использовать ваш предыдущий опыт. И, конечно, для тех аналитиков, которые хотят быть конкретно способны на мировом рынке и работать в международной компании. Как я уже сказала, очень много, на самом деле, поинтов в нашем тренинге мы связываем с международными компаниями. Опять-таки, ведем тренинг по западным технологиям, по последней версии Бабук, по третьей версии стандарта по бизнес-анализу Бабук. И поэтому, на самом деле, программа тренинг по максималке будет полезна вам, если вы уже работаете на иностранном заказчика. Итак, варианты пакетов или варианты участия. Первый – это пакет эконом, второй – пакет стандарт, примем и VIP. Пакет эконом – это, в принципе, такой базовый пакет, это только чисто лекции. То есть, если вам, в принципе, не важна практика или карьера, или личный коучинг, то вот, как бы, пакет эконом подойдет вам в идеале. То есть, это 20 часов, теоретически часов, где только будет фундаментальная основа бизнес-анализа лекции. Следующий пакет – это стандарт формирования знаний и навыков бизнес-анализа. То есть, здесь, помимо 4 часа лекции в неделю, у вас будет примерно 10 часов практической отработки. То есть, сюда будет входить практическая отработка заданий в течение лекции, практические задания, которые мы будем вам давать на дом, или групповые задания у нас в классе, ну и, конечно же, проверка домашнего задания. Следующий пакет – премиум, старт и карьерный рост бизнес-анализа. Сюда будет входить все, что входило в предыдущие пакеты. Плюс мы с вами будем встречаться на касты по карьере. То есть, будет еще дополнительный тренинг по карьере, как я уже сказала, примерно по воскресенье. Каст будет 2 часа в неделю, то есть, теория будет 2 часа в неделю, и практика будет рассчитывать примерно 3 часа в неделю. Кому-то нужно будет чуть побольше, кому-то чуть поменьше, в зависимости от того, где вы сейчас уже в своем карьерном развитии, на какой карьерной ступени вы сейчас находитесь. Ну и, конечно же, по обследованию пакет, который мы предлагаем, это личный коучинг. То есть, личный коучинг – это личная работа с вами. Мы лично с вами встречаемся отдельно, только с вами и больше ни с кем. Лично рассматриваем вашу ситуацию. Работаем мы с вами 1 час в неделю на протяжении 3 месяцев. И доводим вас до того результата, который вы для себя поставили. И, допустим, если вы сейчас не работаете бизнес-аналитиком, но вы очень хотите начать работать бизнес-аналитиком, и идете в пакет VIP, то мы, опять-таки, работаем до результата. Если вы изначально думали, что ваш результат – это получение работы в бизнес-аналитике, и, допустим, вы ее получаете за первые 2 месяца, то мы с вами не останавливаемся работать, мы продолжаем с вами работать, и на протяжении последующих месяцев мы работаем для того, чтобы помочь вам закрепиться на рабочем месте. То есть, на самом деле, вы, наверное, понимаете, если вы только начинающий бизнес-аналитик, то, конечно же, закрепиться на рабочем месте будет довольно-таки тяжело. Особенно первые 3-6 месяцев. И поэтому на протяжении какого-то периода мы продолжаем работать с вами. В плане Академии часов. Пакет Эконом 20 часов, Стандарт 70, Премиум 95 и VIP 107 часов. Что же входит в пакет Эконом? И, опять-таки, пакет Эконом – это, в принципе, базовая теория практики. Практика пока не входит. Практика будет в следующем пакете. Но вот эта базовая теория будет входить в каждый из пакетов. Итак, здесь, опять-таки, мы разбили на 5 недель. Первая неделя – это SDLC или жизненный цикл разработки программного обеспечения, ознакомление с различными фазами проекта и роли бизнес-аналитика на них. Следующий блок – это BS Skills and Responsibilities – навыки и обязанности бизнес-аналитика. Здесь мы будем с вами прокачивать ваши компетенции и навыки, необходимые для успешной работы бизнес-аналитика. Вторая неделя – это методология разработки программного обеспечения на примере Agile и Waterfall. Здесь мы с вами поговорим о… ознакомиться со спецификой, сценариями использования и в принципе работы в каждой из методологий в роли бизнес-аналитика. Третья неделя – Stakeholder Management или работа с заказчиками. Здесь мы с вами научимся собирать требования заказчика, находить общий язык с заказчиком и, конечно же, проводить наилучшие впечатления на заказчика, то есть как построить такие дружеские персональные отношения с заказчиком, чтобы заказчик больше открывался к вам, ну и, конечно же, в будущем приводить так называемый Return Business, то есть бизнес, который будет возвращаться к вам в вашу компанию. В следующей четвертой неделе – Requirements Planning и Management – это планирование анализа и управление требований. Здесь мы с вами научимся планировать работу и управлять процессами бизнес-анализа на каждом этапе программного обеспечения. Неделя 5 – составление и внедрение документации бизнес-анализа. А с вами мы здесь ознакомимся с основной документацией бизнес-аналитика. Мы поговорим о… на самом деле будем рассматривать лист документации, то есть здесь мы говорим о ТЗ и User Stories. ТЗ и User Stories мы с вами будем детально прорабатывать, будем учиться писать те задания User Stories. Я сама регулярно, ну, в принципе, даже Анна, ходим на тренинги. У меня у самой, мы сейчас тоже, в моей компании, внедраем Agile. И, в принципе, уже провели несколько тренингов. Это как бы очередной тренинг по написанию грамотных User Stories. Я буду посещать уже на следующей неделе и смогу поделиться с вами таким самым свежим передовым опытом написания User Stories. И последний блок – это моделирование информационных систем, язык моделирования UML. Здесь мы с вами ознакомимся с диаграммами UML и их назначением, и, конечно же, научимся создавать основные диаграммы UML. Это был пакет эконом. Следующий пакет стандарт. Опять-таки, входят лекции, которые мы сейчас просмотрели. Еженедельная практика 10 часов в неделю. Разбор и анализ кейсов реальных проектов, реликвых игр, групповые упражнения, индивидуальные упражнения и домашние задания. Сюда также будут входить записи тренинга. То есть, записи тренинга не входят в первый пакет эконом. Чек-лист знаний и навыков бизнес-аналитика, чтобы помочь вам определить ненастоящие навыки и работать в нужном направлении по их устранению. Список основных ресурсов и материалов по бизнес-анализу. То есть, здесь вы сможете ознакомиться с основными ресурсами для чтения дополнительной литературы и участия в сообществах по бизнес-анализу. Сюда же мы также включим схемы процессов по бизнес-анализу. Сюда мы решили включить такие наглядные, основные схемы по бизнес-анализу в наглядном виде, чтобы вы просто с легкостью взяли, положили их на своем рабочем месте, распечатали и всегда имели под рукой. Сюда мы решили включить планирование бизнес-анализа, сбор требований, управление и цикл разработки программного обеспечения. Опять-таки, эти схемы помогут вам следить, четко понять, какие следующие шаги, особенно, когда вы находитесь в начале вашей карьеры бизнес-анализа, не совсем уверены, как делать тот или иной процесс, то вот это все вам поможет. На самом деле, у нас больше схем, много схем будет по ходу курса. Сюда опять-таки будет входить схема по управлению, качеством и контролем требований. Это одна из тех схем, которые здесь не написаны, но опять-таки, очень много на самом деле полезных схем будет. Шаблон документации бизнес-аналитика, готовые форматы и шаблоны, которые помогут вам грамотно и пистолетно вести и создать проектную документацию на работе. И чек-лист технических вопросов для работы со стейкхолдерами. То есть чек-лист поможет вам дать конкретно, даст вам конкретные вопросы, которые вы будете использовать для того, чтобы работать с вашими стейкхолдерами или заказчиками. Следующий пакет, это пакет премиум, в который входит в дополнение предыдущих двух пакетов, то есть в дополнение к теории и практике бизнес-анализа. Сюда мы еще включаем блок карьеры. То есть где этот пакет хорошо подходит для тех, кто уже работает в бизнес-анализе, но хочет перейти на следующий уровень в карьере, допустим, вы уже работаете младшим или средним аналитиком, и хотите перейти на синие, на старший уровень бизнес-анализа, или, допустим, на какую-либо другую позицию в вашей компании, но не совсем понимаете, как это сделать. Может быть, на тек-лида. Может быть, вы уже переросли в бизнес-анализе, если хотите стать руководителем или по проекту, или продукт-оунером, или перейти в какую-либо другую профессию. И, конечно же, этот блок подойдет идеально для тех, кто хочет начать карьеру в бизнес-анализе, но еще не совсем понимает, как начать, как начать, как делать первые шаги в карьеру. Итак, помимо основного блока, сюда будет входить еженедельная практика по карьере, состоящая из четырех перечисленных блоков снизу. И примерное время, которое отводим на это, это, как я уже сказала, два часа теории и примерно три часа практики. Итак, первый блок – это технологии повышения по карьерной лестнице. Как сделать так, чтобы вас заметили? Здесь мы с вами ознакомимся с шагами, которые вы сможете применить на практике сразу после курса и стать замеченным на рабочем месте за кратчайшее время. Вы также научитесь определять ваши основные достижения и как сделать так, чтобы они работали на вас. Следующий блок – это еженедельные групповые сессии по составлению резюме поиска работы. Здесь у нас будет создание и докрутка вашего резюме на русском и английском языках. Опять-таки, мы не будем заставлять вас делать резюме как бы на двух, если вам это не нужно. Если вы решили, что вам нужно только на английском, сейчас очень часто, чтобы получить работу бизнес-аналитика, нужно создать резюме именно на английском языке, потому что очень многие компании все больше и больше начинают работать на иностранного заказчика. Ну, или вы решили, что вы только начинаете, вы сейчас не готовы к английской версии, то, конечно, будем делать только русскую вещь у вашего резюме. Здесь же, опять-таки, мы пропишем знания и навыки бизнес-аналитика, которые у вас уже имеются и которые вы приобретете в ходе вашего тренинга. И, конечно же, здесь будем изучать стратегии поиска работы, составление индивидуального плана для вас. То есть, как бы после этого блока вы выйдете с четкой программой, пошаговой программой и поймете четко, что нужно сделать по шагам, чтобы попасть, как я уже сказала, из точки А в точку Б. А здесь, опять-таки, будут тренировочные сессии по составлению, по собеседованию, мог поинтервьюить этот третий блок. И здесь мы с вами на практике будем отрабатывать наиболее вероятные вопросы, которые будет задавать работодатель по вашему резюме. То есть, здесь наша цель – дать вам возможность подчувствовать атмосферу реального собеседования, чтобы вы подготовились и более релакс, то есть, более спокойно шли уже на собеседование в реальной жизни. Ну и, конечно, технологии поиска работы, мечты в IT. Сюда будут входить дополнительные касты от нашего HR-специалиста, от Наталии Курила и от Аршада. Здесь вы ознакомитесь с самыми эффективными современными технологиями поиска работы и узнаете, что работодатель ищет в кандидате. Здесь вы также поймете, какие шаги вы должны сделать, чтобы подняться на следующую карьерную ступень. И последний, не заключительный пакет – это пакет VIP. В пакет VIP, помимо основных блоков, которые я сейчас озвучила, входит еще и личная работа. Это личный коучинг на протяжении трех месяцев с начала тренинга. Индивидуальная работа по вашему резюме. То есть, здесь мы лично поможем вам докрутить ваше резюме, как на русском, так на английском языке. Неограниченная подготовка в течение трех месяцев. Неограниченная подготовка к mock-up interviews и проведению mock-up interviews. То есть, видите, здесь, допустим, если в предыдущем пакете мы проводим такую общую подготовку, и вы будете, допустим, будем выбирать несколько людей, у которых в течение пяти недель есть какие-либо предложения. То есть, допустим, если вы за пять недель получили приглашение на собеседование, то вы можете прислать нам требования позиции. И вот мы в группе, например, вашего кейса разберем подготовку к собеседованию, основываясь на тех требованиях, которые вы получили. Это был предыдущий пакет. В пакете VIP, когда вы с нами лично работаете, каждый раз, когда вы идете на собеседование, каждый раз, когда у вас приглашение на новое собеседование, вы нам ждете ваши требования, мы рассматриваем их. Опять-таки, смотрим, ну, ваше резюме на тот момент, в принципе, мы уже будем хорошо знать. И в соответствии с тем, что у вас в резюме с требованиями этой позиции, мы будем помогать вам подготовиться к походу на это конкретное собеседование на протяжении трех месяцев. Допустим, если у вас 10 собеседований, то мы вас подкатаем на 10 собеседований. То есть, опять-таки, работаем до результата. И здесь мы с вами более индивидуально подходим к разработу вашего индивидуального плана по вашей карьере. То есть, если у вас на работе есть какая-то определенная сейчас ситуация, допустим, вы уже работаете бизнес-аналитиком и вас, в принципе, не настолько интересует карьерный рост, хотя было бы тоже неплохо, но, допустим, вам нужно что-то внедрить, то мы будем здесь лично работать с вами для того, чтобы помочь вам достигнуть эту цель. Ну или, конечно же, если вы решили, что вы сейчас уже не хотите работать на российского или на какой-либо заказчика в СНГ и хотите перейти на следующий уровень, хотите, допустим, получить работу где-то за границей, вот у нас одна из наших выпускниц сейчас работает в Лондоне, после того, как тоже прошла наш курс, или вы решили, что вы хотите получить работу в иностранной компании, то этот блок подходит вам более максимально, потому что, на самом деле, здесь мы будем с вами, у нас будет достаточно времени, чтобы создать личный план вашей ситуации и конкретные шаги, в котором нужно действовать. Ну и, конечно же, мы будем давать постоянно обратную связь в ходе ваших действий. Допустим, если у вас сейчас собеседование в иностранную компанию и оно будет проводиться на английском языке, то мы с вами, у нас будет время провести с вами подготовительные сессии на английском языке. Допустим, опять-таки, здесь мы с вами сможем лично отработать, если вам прислали приглашение на собеседование, вы только прошли, с вами будем лично прорабатывать, что нужно сделать, как писать follow-up letter, какие шаги существуют, и по максималке будем добиваться результата на цель, которую вы для себя поставили. Так, это все по пакетам. Теперь материалы курса. В теорию будет входить записи, записи, которые у нас имеются, то есть, опять-таки, чтобы по максималке эффективно использовать наше время. Мы будем сочетать какие-то записи, минимум записи на то, что у нас уже есть материалы, которые мы уже наработали за время ведения подобных курсов. И, конечно же, веб-презентации, то есть, это будут вебинары, теории в формате вебинаров. В плане программного обеспечения часто люди спрашивают, что мне нужно. Нужно, на самом деле, немного. Вам важно, чтобы у вас был Skype, важно, чтобы был Facebook, ВКонтакте и LinkedIn. В плане инструментария убедите, что у вас есть с собой, конечно же, компьютер или какой-то компьютер, лаптоп, десктоп или какой-либо носитель, через который вы сможете смотреть наши тренинги, наши выступления, ну и, конечно же, микрофон для обратной связи. Формат курса, в принципе, об этом мы уже немножко поговорили. Это лекции в формате онлайн-вебинаров, групповые и индивидуальные Skype-сослоны, поддержка группы, что очень важно, потому что вы будете слышать информацию не только от нас, но и от вашей группы, вы будете смотреть на конкретные и вот именно такие реальные кейсы, которые будут происходить в тот же момент, когда вы будете брать тренинг. И помимо этого мы планируем еще пригласить наших выпускников наших предыдущих тренингов, которые добились неплохих результатов, чтобы они подсказали вам и поделились с вами теми фишками, которые сработали для них. То есть здесь вы сможете поговорить с ними лично и взять какую-то информацию от них. Конечно же, индивидуальные работы и домашние задания, и работа в группе и ролевые игры. То есть здесь мы с вами будем, у меня кто-то даже недавно спрашивал, как проходят ролевые игры. Здесь мы с вами будем создавать такое ощущение команды. Мы с вами будем, допустим, одно задание, которое мы делаем часто, которое очень всем нравится. Это такая симуляция команды, то есть кто-то выступает в роли бизнес-аналитика, кто-то выступает в роли заказчика, кто-то выступает в роли программиста, и мы с вами разыграем такую ситуацию, где вы на самом деле чувствуете на себе, проживаете такую роль бизнес-аналитика, понимаете, кто такой аналитик, с какими трудностями аналитик сталкивается. И, конечно же, будут еще многие другие упражнения, это просто пример. Учебные методы лекции, демонстрация экрана, обратная связь по ходу лекций, обсуждение класса, виртуальные дискуссии, индивидуальные групповые проекты, домашнее задание и обратная связь. На этом, в принципе, заканчивается наша презентация курса. Сейчас вы видите перед собой нашу контактную информацию. Если вам интересно и вы готовы работать на то, чтобы стать бизнес-аналитиком или продвинуться по карьерной лестнице в бизнес-анализе, то, пожалуйста, записывайтесь на курс бизнес-анализа карьера. Повторю, что курс стартует уже через два дня. Начинаем в эту субботу. Начинаем в эту субботу в 16.00 по Москве. Подробное расписание и подробная информация будет выложена у нас. Мы соберем, после того, как вы запишетесь на тренинг, вы получите имейл, скорее всего, уже завтра, так как уже близко к курс, с более подробной информацией, куда зайти, как будет проходить, в какие дни, какие часы. Это все вы получите. Я не буду сейчас перечитывать скрин, то, что сейчас на экране. Вы, в принципе, можете скопировать. Добавляйтесь в друзья в ВКонтакте. Если у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите.